новогодняя кашпо из тряпочки и цемента давайте попробуем сделаем что приступим сначала вторую емкость я тоже завернула пакет и для груза камушку положила так теперь я развела цемент очень жидкий да прям как вода практически потому что мне нужно в нем тряпки замочить я покупаю вот такие тряпки для пола они очень хорошо впитывают в себя ну что начнем мне нужно намочить две тряпки вот такого размера 50 на 80 они по моему у нас сегодня в крыму 14 градусов тепла конец ноября но очень сильный ветер теперь так как мне это оно должно быть на высоте я вот взяла такую штуку так теперь мне нужно поставить вот эту емкость отжать вот эту тряпку в цементе вот так вот так вот так и вторую еще вторую намочу ну а вторую скажем так поперек положим ну а затем shooken falei с слушай congestged И вот эту сгрузим сюда. Сам вам, чтобы не упал и не разбилось. Ну и пусть она подсохнет, а потом я ее, конечно, буду еще промазывать цементом. Ну вот, высохло. Я развела еще цементику, вот такую жиденькую, чтобы можно было все это промазать. Чтобы все это было крепче. И все, теперь надо и снаружи, и снутри все это промазать. Ну и посмотрю. Может быть, еще раз придется мазать. Может быть, не хватит этого. Всем складочкам все это надо будет промазать. Ну и как промажу, пусть опять сохнет. А когда высохнет, тогда будем красить. Ну что ж, теперь нам все это нужно загрунтовать. Я вот пока еще не знаю, может быть, я пройдусь пару раз этой белой краской. Да так и оставлю. Не знаю. Ой, кисточка упала. Ну вот, видите, надо вот это все покрасить. И изнутри, но изнутри не все. А вот эти вот длинные места, которые могут быть видны с другой стороны. Вот хочется покороче видео сделать. В общем, вот так вот получается. Это получается кверху ногами. Ну, покрасим, посмотрим, что получится. Ну, пока сохнет мое кашпо, я надумала сделать на нем докупаж. это я понимаю, что может быть это странно для кого-то. Для меня не странно. А для этого мне нужно из салфетки, вот мне нужны снежинки. Я взяла салфетку, которую мне недавно прислали, за что огромное спасибо. И из нее нужно эти элементы вырвать. Не вырезать ножницами, а вырвать. Потому что, когда это будет клеиться, то, что вырезано, это будет видно. Вот сейчас я повыдираю отсюда эти снежиночки. Но то, что остается, я не выброшу. Ни одна уважающая себя мастерица, которая занимается докупажем, вот эти кусочки не выбросит, а сложит в коробочку до следующего раза. Так что пока буду мыщипывать их. Ну вот, и сейчас мы эти снежиночки клеим ПВА и клеим. Потом это можно покрыть лаком, и оно будет долго держаться. Ну, конечно, не на нашем солнце. На крымском очень быстро все выгорает. Вот. Ну, сейчас вот так вокруг и я их и приклею. Вот, что в результате у меня получилось. снежинки, складочки. С Новым Годом! Ну, теперь подсохнет, я еще доделаю. Хочу пройтись золотом вот по этим складочкам. будет у меня новогоднее кашпо. Теперь такой полусухой кистью я вот прохожу по выступающим частям. сейчас вот так вокруг я все это пройду. Ну, и потом уже покажу вам, что получится в результате. Ну, что же, вот, что в результате у меня получилось. вот такое новогоднее кашпо. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. может быть, что-то не очень получилось. Но кто ничего не делает, тот и не ошибается. Еще раз спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok